Копчаки Когда пришел сюда как настоятель храма, мне странным показалось название деревни. Копчака, а не Арич. Мои деды и отец родились в Копчаке. И в документах так написано. Копчакскую школу окончили. Для нас это название Копчак правильное, родное. Когда меня спрашивают, откуда ты, я говорю, из Копчака. Называю себя Копчакцем. Да, Копчакский язык, здесь раньше его знали и очень неплохо, но это было очень давно. Язык ведь, если на нем не говорить, забывается. Точно знаю, что мои предки знали Копчакский. Он очень активно использовался. Да-да, армяне говорили на Копчакском, а вот азбуку Копчаки использовали армянскую. Такие рукописи появились в Копчако-армянском. А это уже Матена Даран, можно сказать, сердце армянской истории. Несколько десятков тысяч древних книг, рукописи со всего мира. Около десяти ценностей напрямую касаются Копчакского письменного наследия. В атмосфере строжайшей секретности хранитель архивов Давид Казарян открывает нам уникальные страницы истории. То, что в буквальном смысле написано пером. Давид, а прощите, пожалуйста, что здесь написано? Здесь начинается галафон рукописи, и я сейчас начну. Это церковное летопись, датируемая 1620. По внешнему виду и не скажешь, что источнику 390 лет. Качество чернил, которым пользовался писарь, превосходное. Как будто все создавалось вчера. Сказать, что дух захватывает, когда ты слышишь знакомые слова, это как ничего не сказать. Вот она, одна из бесценных Копчако-армянских рукописей. Почти 400 лет назад ее написал Аветик во Львове. Рукопись дошла до наших дней в первозданном виде. Она сохранилась идеально, ее ни разу не реставрировали. Самое ценное в этом сборнике – это копчакская грамматика и армяно-копчакский словарь.